Добрый вечер! В прямом эфире студия Репортер. Меня зовут Виталий Хемий. Как всегда в это время мы обсуждаем наиболее проблемные вопросы, которые связаны не только с страной, но и с нашим регионом. Сегодняшний наш эфир не посвящен какому-то конкретному новостному поводу. Тема актуальна последние месяцы, годы, недели, увы. И я предлагаю вам, уважаемые телезрители, принимать активное участие в интерактивном опросе. Вопрос звучит так. Защищает ли государство украинцев море? Если вы считаете, что наши моряки, которые уходят в рейс под другим флагом, защищены надежно государством, то звоните по телефону 048-784-8081. Если вы считаете, что государство недостаточно поддерживает украинских моряков в сложных ситуациях, которых, к сожалению, немало, то звоните по телефону 048-784-8082. И я представляю наших сегодняшних гостей. Анна Муругова, руководитель фонда помощи моряка Масоль. Здравствуйте, Анна. Адвокат Максим Кочерженко. Здравствуйте, Максим. И директор юридической клиники Юлия Павлова. Здравствуйте, рад вас видеть. Первый вопрос, наверное, задам вам, Юлия, поскольку тема, опять-таки, мы не привязаны к какому-то конкретному поводу, потому что новостей, связанных с тем, что украинские моряки попали в беду, немало. Обращений, которые вот к вам, вашим коллегам, юристам, соответственно, и к народному депутату Сергею Кивалову, тоже поступает немало, к сожалению. Безусловно. Ну, вы знаете, к нам приходят уже люди, как к последней инстанции, потому что проходят некий круг, им, к сожалению, государство не помогает. И Сергей Васильевич, как народный депутат, он у нас давно занимается проблемой моряков, вникает в эти вопросы путем депутатских запросов, поднимает в Верховной Раде вопросы эти. Этому в последнее время очень много примеров. В юридической клинике работает группа по работе с моряками. Два года назад у Сергея Васильевича возникла такая идея создать эту группу. И вы знаете, мы понимаем, что мы не зря это сделали, потому что много обращений, много людей, которые обращаются, реально получают помощь. Вот тому есть у нас пример Андрей Новичков. Уже давно обсуждаем эту тему. Когда Сергей Васильевич вник действительно в ходе своей депутатской деятельности, он узнал о данной проблеме, сразу же отреагировали, были направлены соответствующие депутатские запросы. С трибуны Верховной Рады он говорил об этом, он встречался с чрезвычайным послом. То есть, когда поднимается это на уровень общественности, все об этом говорят, немножко все начинает шевелиться, и проблема, так сказать, решается. Наверное, если бы больше депутатов у нас, политиков реагировали на данные проблемы, то, наверное, было бы гораздо легче морякам, которые обращаются. Потому что, к сожалению, моряки у нас сейчас оставлены по международному законодательству, ну, так, сами себе на предоставление дополня. Мы этот вопрос, да. Еще вернемся к этому вопросу обязательно. У меня вопрос в ткани. Проблема украинских моряков, которые вынуждены кормить семьи, ну, это правильное решение, но идут под другим флагом. Нужно решать государство Украина системно, и вот по каждому моряку по-прежнему точечно, вот общественные организации, депутаты подключаются, нужно решать отдельно. Или все-таки как-то в один котел, и вот все вместе рассматривать, как эффективнее? Вы знаете, я вам скажу, что ситуацию, конечно, решать надо глобально. И участие государства в этом необходимо. Но моряки, они на самом деле, конечно, Сходная конвенция 2006 года защищает права моряков. Но бывают такие ситуации нестандартные, и требуется действительно роль и вмешательство государства Украины в судьбу этого моряка. Тот же Андрей Новичков, который находится в Иране, того же капитана Гаврилова в Шри-Ланке, экипажа судна «Фринептун», который находится в Омане 18 месяцев. Ситуация с нашими украинскими моряками, которые находятся в Греции, на военной базе НАТО. То есть есть такие ситуации, которым нужно и подключать, и усиливать работу государства. Потому что ситуация патовая, и она не решается. Проходит месяцы, проходят годы, и ситуация находится на одном и том же месяце. Даже если взять по датам, то даже по сравнению с экипажом «Фринептун», то украинские моряки, которые находили в пиратском плену, продолжительность их находения в пиратском плену, приравнивалась год в год, 9 месяцев. Ситуация, в которой попали наши моряки, а их 15 человек, это уже 18 месяцев. И поэтому использованы все возможности, то есть обращение в суд. Но государство ОМАН запрещает репатриацию этих моряков. И непонятно, когда для них этот арест закончится, когда они вернутся домой. Я говорю об этом неоднократно, 18 месяцев. И государство ОМАН говорит, что необходимое количество моряков, которые должны находиться по ОМАНским законам, именно 15 человек. 15 человек 18 месяцев не видят своих родных. 15 человек за 18 месяцев не получают заработную плату. И шансы у них на получение этой заработной платы снижаются с каждым месяцем нахождения их на этом судне. Одна из причин, почему украинские моряки в установленный контракт срок не могут вернуться домой, это в том числе и поведение зачастую судовладельца, компании, которая трудоустраивает, обеспечивает, которой принадлежит судно. Действительно ли такое бывает, что по прошествию времени судовладелец, скажем так, умывает руки, а когда наши люди все-таки попадают в Украину, возвращаются домой, всячески отказываются компенсировать? Как Максим в этом? Да, у нас даже был целый проект с фондом «Ассоль» и назывался «Брошенные суда». Это те случаи, когда судовладелец перестает поддерживать жизнеобеспечение судна, экипажа, не говоря уже о выплате заработной платы, и не обеспечивает репатриацию домой этих моряков. И это наиболее сложные случаи, поскольку главный вопрос о том, как это решить, это вопрос финансирования. И тут очень важно, конечно, включение государства в этот вопрос, помощь дипломатических учреждений Украины. И, как вы правильно заметили, что эти вопросы решаются как со стороны компетентных органов точечно, так и глобально. Вот Анна упомянула о конвенции о труде в морском судоходстве 2006 года, которая, к сожалению, до сих пор Украиной не была ратифицирована. А эта конвенция как раз и дает некоторые гарантии разрешения таких ситуаций с брошенными судами для экипажей морских судов. А именно то, что расходы по репатриации возлагаются на государство флага этого судна или государство порта, где находится судно. А потом уже эти инстанции предъявляют какие-то регрессные требования к судовладельцу и так далее. То есть моряки не остаются сами по себе в этой тяжелой ситуации. Но, к сожалению, вот такой шаг пока сделан не был. И нашим морякам остается рассчитывать только на то, что это судно, на котором они находятся, оно принадлежит тому государству, вернее, носит флаг того государства, которое ратифицировало эту конвенцию. Тогда, возможно, после счастливой случайности они могут воспользоваться этим механизмом. Но как граждане Украины, как сами по себе, как моряки украинские, они не могут обратиться по вот этой линии. При подписании контракта, я так понимаю, что никаких эксцессов не вытекает, когда человек, моряк, неважно, кем он работает, на сегодня подписывает, не видит никаких подводных камней. То есть изначально он сугубо на доверительных отношениях все происходит. Вот подпись, а потом, как поступится до владелец, так вот уже и будет. Это, получается, лотерея, там, русская рулетка даже практически. На самом деле есть возможность получить информацию о судовладельцах, о его состоянии, количество флота. И есть такие моменты, что за некоторыми судовладельцами есть шлейф по невыплатам заработных плат. Есть такие данные на сайте профсоюза по РМТУ, есть такие сайты на российских, есть даже на форумах можно получить информацию. Такую информацию предоставляет фонд помощи морякам, а сколько, да, к нам обращается за помощью проверить ту ли информацию. Да, она где-то на 80-90% соответствует действительности. То есть обратившись к нам на нашу организацию, либо в профсоюз, вы можете получить, что у этого судовладельца есть проблемы с выплатой заработной платы. И будьте осторожны, либо вы отказываетесь трудоустраиваться, либо вы четко понимаете, что даже сейчас поправка к конвенции 18 января, которая была принята, она гарантирует нахождение и возврат заработной платы только 4 месяца вашего нахождения на борту судна. То есть это гарантированно вам выплачивается заработная плата. И если у вас проблемы, и вы считаете, что вы будете находиться 5, 6, 7, 8 месяцев на этом судне, это не гарантирует вам получение этих денег. Поэтому моряк сам должен самостоятельно принимать решение, согласен ли я на этот риск, или я не согласен на этот риск. Конечно, учитывая то, что сложности при трудоустройстве, и действительно, что есть тенденция, что нашим морякам рядового состава отказывают в трудоустройстве, и люди вынуждены искать эту работу месяцами, а то и больше полугода, вынуждают некоторых моряков закрывать на эти проблемы глаза. Результат, конечно, очень сложный случай. И, повторяясь, пользуюсь этим эфиром, очень огромная просьба морякам, которые получают предложение по работе, о перевозке, на яхтах. Речь зачастую идет о том, что вас привлекают к криминальным делам. То есть это контрабанда, перевозка нелегалов, а по греческим законам это до 25 лет тюрьмы. По итальянским законам моряк получает 5 лет тюрьмы. Это большой срок, и если вы получаете такое предложение по работе, будьте внимательны, вы должны осознавать, что для вас ваша жизнь может закончиться в какой-то промежуток времени. Потому что на данный момент 184 человека находятся в тюрьмах в Греции, но больше 20 или 30, я боюсь ошибиться в цифрах, находятся в наших украинских моряков в тюрьмах Италии. Юля, такой вопрос. С семьями моряков, которые пострадали, проводится ли какая-то не только психологическая работа, но и не то чтобы разъяснительная, немножко грубо звучит, но тем не менее, чтобы люди понимали ту зону ответственности и риска, которая попала кормилиц, к сожалению, большого. Безусловно. У нас есть при поддержке факультета психологии и политологии студенты, которые оказывают психологическую помощь семьям, женам морякам, которые обращаются. Сергей Васильевич встречается с семьями, женами моряков. Также я считаю, что это зависит еще от правовой безграмотности нашего населения. Да, что-то юридическая грамотность – важный аспект. Не только в этом направлении. Это, к сожалению, когда моряк долгие годы не может уйти в рейс, А тут тысячи долларов, две, три, четыре, и закрываются глаза. Деньги у семьи заканчиваются, и безвыходная ситуация. Он идет, подписывает этот контракт, ему же пообещали работу, и даже, может быть, не читает. Это, я думаю, что те, которые уже ходят много лет, капитаны, они уже, конечно, могут посмотреть на этот договор и по каждому пункту узнать. А те, которые молодые ребята, у которых молодые семьи, они отправляются первый, второй раз, я думаю, что они даже не читают. Тут некоторые жены, которые к нам обращались, говорят, ну, если бы я знала, мы бы, конечно, изучили этот вопрос, обратились, может быть, даже к юристам, но мы не ожидали, что так все закончится. Поэтому мы ведем постоянно направление, какую-то просветительскую деятельность в этом направлении. Мы всегда, если есть какие-то вопросы, говорим, приходите. У нас мы семь дней в неделю работаем, держим руку на пульсе. Вопрос к вам, Максим, из неофициальных источников узнал, что вот у наших моряков, у которых проблемы в морях, которые ушли по чужим флагам, как правило, это экипажи интернациональные, но так получается, что именно наши моряки оказываются в наиболее худших условиях. Кого-то отпускают раньше по договоренности, если попадают в места лишения свободы, то обязательно условия похуже. Это редкий случай или это уже какая-то система, что именно с украинскими моряками, когда беда вроде на всех одна, но наши соотечественники как-то вообще всех испытывают о себе все ее невзгоды? Могу сказать, что этот момент зависит действительно от участия государства в судьбах своих граждан-моряков. Это во-первых. Во-вторых, в поддержке профсоюзных организаций, членами которых являются моряки. И, скажем, есть государства, в которых профсоюзное движение очень сильное. Например, Филиппины, там достаточно развитые профсоюзы, и они действительно поддерживают своих моряков. И, естественно, что в случае, когда с кем-то из них случается какая-то проблема, инцидент, то и они включаются, и те органы, которые, так сказать, занимаются этими моряками, государственные органы тех государств, о которых, вот вы говорите, которые занимаются следствием, они, естественно, смотрят на ту реакцию общественных организаций и государства, которое может возникнуть в свете действий этих правоохранительных органов. Украинские профсоюзы, они морские, они разобщены как-то, или их деятельность видна, но нет особого, может быть, эффекта, или есть какие-то результаты? — Я адвокат, я, честно говоря, не сильно связан с деятельностью профсоюзов, но то, что я знаю, есть несколько сильных профсоюзов в Украине, в частности, они находятся в Одессе. Насколько они там объединены, я затрудняюсь сказать, думаю, что не очень. Я слышал время от времени о том, что проводятся какие-то конференции по поводу поддержки украинских моряков, но на самом деле, вот то, что я вижу именно по специфике своей работы, особого какой-то такой, как это сказать... — Ощутимого пользы, может быть, даже. — Да, ощутимого влияния вот в таких вот сложных ситуациях, когда человек сидит в тюрьме долгое время, ему, в общем-то, нужна какая-то правовая поддержка моральная, то я такого особого влияния никогда не видел. — Может, Анна, вам что-то известно о деятельности украинских профсоюзов? Все-таки морская держава, я почему интересуюсь? Наверное, и профсоюз должен быть в движении СИН? — Держава морская, профсоюзы есть. Наша специфика, вот, получается, поиска работы, вот так получается, что моряк работает, получает информацию о работе в крюминговой компании, и когда он трудоустраивается через эту компанию, то он становится членом профсоюза, например, такого-то. И если он продолжает через какой-то контракт, через некоторое время, он приходит домой, каждый из них принимает самостоятельное решение. Либо кто-то ищет варианты подняться по карьерной лестнице, а на предыдущем месте работы ему это не предлагают, либо моряк ищет следующее место работы, потому что у него есть интересы по заработной плате. То есть, трудоустраиваясь, получая информацию через другую компанию, он может быть, им поступают предложения в той компании, есть свой профсоюз. И ему говорят, получая работу у нас, вы становитесь нашим членом. То есть, получается, что моряк за свою карьеру, поменяв, получается, ряд компаний крюминговых, где он получал информацию о работе, судоходных компаний, он на какие-то там промежутки времени становился членом каких-то профсоюзов. И получается, что здесь он уже не является членом, здесь он, как бы, получается, первый год, первые месяцы. На моей памяти, конечно, были разные ситуации, где родственники обращались и получали эту помощь от профсоюза. Были ситуации, когда профсоюз им отказывал в этой помощи. Я не хочу сейчас приводить такие примеры. Они очень известны, и средства массовой информации тоже освещали работу, как положительную, так и негативную. Что я хочу сказать по поводу, как попадают больше наши моряки, украинцы, в тюрьмы или нет. Я вам скажу, что попадают многие национальности. Просто у нас в Одессе, на Украине, мы в этом регионе говорим о наших украинских моряках, потому что они наши, это наша боль, и мы хотим решения для наших моряков. Естественно, самая такая большая проблема, и она есть, и существует. У нас очень большое количество моряков каждый год выпускается. Этим людям нужна работа. И государство, имея выходы черное, в Азовское, мы должны иметь свой флот. Мы должны давать шанс нашим начинающим морякам. Та же кадетская программа. Для такого количества моряков, которые мы выпускаем, она ничтожно мала. И поэтому каждая семья в этом городе, поступив на первый курс, она занята поисками работы для своего сына, для своего внука. Все озабочены кадетской программой, все озабочены его практикой, к которой он должен будет пойти после третьего курса, а после окончания он должен получить эту работу. Поверьте, об этом говорят в каждых семьях, об этом говорят практически, где бы я ни была, об этом обсуждают все. И это такая тема, которым стоит заняться государством, потому что украинский флаг, он должен быть привлекательным и должно быть трудоустройство наших моряков. У меня вопрос с Юлией, с этой связи я знаю, что в приоритетической академии есть и училище, которое готовит моряков. В ранних, так сказать, молодых лет полную теоретическую базу люди получают, английский язык, все необходимые навыки. А вот с точки зрения трудоустройства, вот такой вопрос. И в том числе с этими людьми, с будущими моряками тоже проводится работа, предупреждаются, что их ждет во взрослой жизни. Как это происходит? Да, мы делаем акцент на этом. То есть сразу с ранних лет в колледже они получают данную информацию. Преподаватели делают максимальный уклон на то, что может предостерегать их от чего-то там. На наших примерах уже горьких, которые к нам обратились. Сергей Васильевич также помогает с трудоустройством студентов, рекомендуемо какие-то уже проверенные суда, у которых не возникают каких-то вопросов. Но вопрос о том, что в Украине должен быть свой мощный флот, пассажирский, любой, как это было, скажем, лет 30-35 назад, потому что то, что было лет 25 назад, это уже было такое нечто умирающее, разворовывающееся. Разворовывающееся. Да, не думаю, что вы будете как бы спорить в этом вопросе. Сергей Васильевич занимается вопросами восстановления черноморского параплавства, постоянно поднимает эти вопросы. Верховная Радия и депутатам постоянно говорит об этом. Депутаты морской партии тоже участвуют активно в этих обсуждениях. Мы говорим с вами сегодня о влиянии государства, но мы должны как-то говорить не в Сокли, да, не в общем, а есть конкретно работа Министерства иностранных дел, не одного министра, а это целый какой-то, мне кажется, должен быть отдел, департамент, который консул, послы. Как это работает, расскажите. Вы знаете, он есть, и на протяжении всех семи лет, которые существует в нашей организации, мы в тесном сотрудничестве, с работами с Министерством иностранных дел, с посольствами, с консульскими работниками. Я вам скажу, что вот те положительные моменты, которые есть в фонде Ассоль, в этой копилке, моряку, которые получили нашу помощь, это тоже благодаря слаженным действиям наших посольств, консульств. Я не хочу, но у меня действительно есть такие страны, в которых чаще всего попадают наши моряки, и очень приятно, когда там находится консул с большой буквы, который такой же консул, как и в Испании, это такой вот консул, который работает в Турции, это в Индонезии, это в Малайзии. Есть такие вот люди, которые, понимаете, на своем месте, об этом говорят не только мы, об этом говорят и родственники, которых моряки оказали в таких ситуациях, потому что люди на своем месте и люди с большой буквы. И это очень важно, за границей получить эту помощь и услышать. И у нас были разработаны методички с посольствами, с номерами, делать оперативное воригирование, чтобы моряк мог взять с собой, положить чемодан и вышел ты в город, потерялся ты в любой стране. У тебя есть всегда та точка, тот звонок, которым ты должен сделать либо семье, либо консулу. И это будет та, ну, скажем так, это у тебя шанс на спасение, шанс на решение своей проблемы, ты увеличиваешь в разы. И главное, главное, моряк должен запомнить, что у него есть такая возможность, и он должен использовать этот шаг. На самом деле, моряки сами иногда говорят, а чем он нам поможет? Ребята, а вы позвонили, вы обратились, вы это сделали? У нас были очень, я привожу примеры, ситуацию, которая сложилась с нашим старшим механиком, который был на судне, он был один украинец, он попал в сложную ситуацию. И на тот момент, казалось бы, решения проблемы не будет. И именно консул, который пришел ему на помощь, помог решить эти проблемы. Да, наши юристы консультировали, была постоянная взаимосвязь с моряком, с родственниками, но мы смогли, и он сам был удивлен, что для него эта проблема, которую он считал, что она никогда не решится, он в течение двух недель вернулся на родину, вернулся с полной победы, с него были сняты все обвинения, и он сказал, боже, я никогда не думал, что я буду говорить стольким людям спасибо. Он может оказаться за все возможности, тем более, если они есть. Было бы хуже, когда бы их не было. Они есть, просто главное, чтобы люди тоже были информированы об этом, и не боялись. И не боялись этих звонков, потому что отказ один раз, это не означает, что отказали от себя в один раз, это не означает, что тебе не помогут в другой ситуации. Речь идет о сохранении жизни все-таки. Да. Мы когда говорим о том, что государство должно увеличить свое влияние на вопросе защиты украинских моряков, мы видим, что миссии Министерства иностранных дел работают, дипломатические, но когда мы говорим об увеличении влияния, что мы имеем в виду конкретно? Что еще нужно сделать, чтобы украинский моряк в чужих водах себя чувствовал более защищенным, чем сейчас? Ну, первое, то, что я сказал, если подходить с глобальной точки зрения, это ратификация конвенции о труде в морском судополстве 2006 года, которая защищает права интереса моряков, и, к сожалению, сейчас украинские моряки, они лишены возможности ссылаться на эту конвенцию при каких-то спорных ситуациях. А если говорить о конкретных каких-то инцидентах, то я, кстати, тоже хотел сказать, что я приятно удивлен работой большинства посольств, консульств и как адвокат, сталкиваясь с множеством государственных органов в своей работе, да, и с необходимостью получения информации, так вот, как правило, информацию из посольств консульств я получаю наиболее быстро в сравнении с... при том, что они находятся в других государствах, с другими часовыми поясами, и я получаю быстрее, чем от организаций, которые находятся в Одессе. Например, вот. Но я хотел бы сказать, что, конечно, все равно существуют проблемы в общении с некоторыми посольствами, консульствами, и не со всеми с ними легко общаться, и некоторые не так помогают, как вот те, которые назвала Анна. Будем перечислять эти страны? Я думаю, сейчас мы не будем, поскольку... А такие страны есть, да? Конечно, есть. Не активно идут на дело. Да, но надо сказать, что и в том числе и конкретные должностные лица меняются в конкретных странах, поэтому не будем показывать пальцы. Но были в нашей практике ситуации, когда мы не получали нормального, адекватного ответа на запросы, и помощи моряки тоже особо не получали. Но в большинстве случаев все хорошо в этом плане. Я бы попросил нашего режиссера вывести на экран результаты интерактивного опроса, если таковы имеются, как раз подходит к концу время нашего эфира. Я благодарю и Анну, и Максима, и Юлию за конструктивный такой диалог. Надеюсь, что со всеми нашими моряками, которые уже не один месяц не могут вернуться домой, все будет хорошо, все будет благополучно, живыми и здоровыми вернуться домой. Кстати, вопрос с точки зрения медицинского обслуживания, получают ли люди, которые не могут вернуться домой, в нормальное медицинское обслуживание? Действительно, если у вас возникает проблема, связанная со здоровьем, и вам судоходная компания, капитан отказывает именно в том, что вам будет предоставлена медицинская помощь, то это единственный шаг, который вы должны сделать, это позвонить консулу, который отвечает за вашу жизнь и здоровье на территории другого государства. То есть, если у вас есть такие проблемы, то это тоже основание позвонить консулу, то вы в этом ущеблены. Более того, связаться со всеми родственниками, можно позвонить нам, у нас партнерами нашей организации являются тоже медицинские центры, партнерами нашей организации являются и психологи, если вам эта помощь нужна. У нас телефон, горячая линия, включены 24 часа в сутки, можно этот звонок осуществить по скайпу, по вайберу. Но я хотела сказать тому, что на самом деле, в нашем городе проводится очень много мероприятий для моряков. Да, конечно, когда человек отработал рейс, он не хочет посещать какие-то там тренинги, семинары, но в некоторых этих мероприятиях они очень полезны. Даже вот мы, пользуясь случаем, говорим, что в субботу проводим семинар по пенсионной реформе. И все, кому это интересно, пожалуйста, приходите, потому что проводятся тренинги, проводят психологи, есть первая психологическая помощь, целые разработанные комплексы, которые помогут вам в какой-то момент помочь самому себе. Информированный моряк, защищенный моряк. Да, и таких тренингов я знаю проводить и профсоюзы, и семинары. Не посчитайте нужным, выделите эти два, два часа времени, полдня, ну пойдите, послушайте, получите эту информацию. И она очень важная, поэтому я за то, чтобы моряк ходил, читал, учился, и было бы... Спасибо большое за информацию, буквально еще несколько секунд, да, вот Максим. В дополнение к вашему ответу на ваш вопрос по поводу того, что еще можно было бы со стороны государства ожидать морякам, или что можно было бы улучшить, вот тех ситуаций, когда судно брошено, экипаж брошен, и они остаются без помощи за рубежом, и как-то нужно доставить домой. Вот вопрос финансирования. То есть вроде бы постольство консульства готово участвовать, но нет денег банально купить авиабилеты для того, чтобы доставить этих моряков домой. Еще важный вопрос мы с вами затронули, коллеги, думаю, что тема живая, будем еще к ней возвращаться, надеюсь, уже с более благоприятным результатом, и спасибо за то, что уделили нам время. Оставайтесь на репортере, берегите себя, и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова